Курсы ISEPS FAST считаю, конечно, крайне необходимым мероприятием, возникшим в нужное время, потому что в последние годы у нас значительно увеличилась численность молодых врачей, численность обучающихся на кафедрах пластической хирургии. И, конечно, есть необходимость для того, чтобы процесс преподавания был не только налажен внутри кафедры, но и появилась какая-то система, которая давала единый алгоритм, единое правило для обучения молодых врачей, но и в последующем единый стандарт для выполнения операций ими. Знаете, для меня самое важное, чтобы они резюмировали знания. Сейчас этот модуль, он проходит перед итоговыми экзаменами по завершению второго года обучения в ординатуре. И, конечно, он хорош для того, чтобы подвести им итоги, систематизировать имеющийся у них материал, ну а потом блестяще сдать выпускной экзамен. Ну, так как я уже сказала, что, в общем, эти курсы, они целесообразны, они интересны, они имеют действительно такой серьезный образовательный настрой, то, конечно же, я рекомендую, чтобы наши молодые врачи, и те еще, кто и не стали молодыми пластическими хирургами, только начинают обучение в ординатуре, и, конечно же, для них это будет и познавательно, и нужно. Вы знаете, иностранные лекторы – это не только правила хирургии, да, и те технические особенности нашей специальности. Это важная этика общения, которую они доносят для молодых врачей. Это стиль презентации, это околохирургическая база, которую необходимо обучать для того, чтобы потом эти люди могли быть интегрированы на равных в общество, в сообщество пластических хирургов. Ну, раз я здесь положительно отношусь к этой инициативе, она нужна, как я уже сказала. Наверное, с моей точки зрения, может быть, нужно сузить темы, которые обсуждаются, потому что, конечно, фаст – это быстро, а хирургия не любит быстрых решений, особенно эстетическое. Поэтому, наверное, прецизионное, скрупулезное исследование и углубление, изучение каждого из направлений будет еще более перспективным, чем фаст-циклы. Хотя, вы же знаете, что есть разные направления, есть быстрого движения, есть медленного, поступательного, и каждый идет своим путем. Главное, чтобы результат был оптимальный. Мои пожелания – это, наверное, думать, понимаете, потому что очень много авторских методик, но хорошее знание анатомии, умение услышать то, о чем не говорят лекторы, но тем не менее подразумевают переработка интеллектуального обобщения информации. Это, наверное, то, чему нужно учить наших обучающихся. Но это есть в любой специальности. Поэтому я думаю, что осмысление, желание переработать материал, а не просто под кальку переносить его из лекционного зала в оперблок – это, наверное, основное мое пожелание и тот девиз, под которым мне хотелось бы, чтобы работали наши молодые специалисты.